Азербайджанская певица Марьям Шабанова Марьям Шабанова, уроженка города Баку, с детства проявляла большой интерес к музыке и исполнительскому искусству, что впоследствии стало определяющим фактором ее карьеры. Ее музыкальный стиль сочетает в себе поп-музыку, диско, электронную музыку и бардовскую песню. Голос Марьям, обладающий яркими высотами и эмоциональной экспрессией, делает ее выступления запоминающимися и энергичными. Марьям Шабанова не только певица, но и автор своих песен. Певица активно участвует в создании музыки, пишет стихи к песням и работает с аранжировками. Репертуар Марьям Шабанова и освещает тему любви, философию и позитивного взгляда на жизнь. Кроме музыки, Марьям активно участвует в различных телевизионных и международных проектах. Например, в 2009 году певица приняла участие в национальном отборе, чтобы представлять Азербайджан на Евровидении. Помимо сцены, Марьям серьезно увлекается фотографией. О себе она пишет «Я рождена женщиной для того, чтобы жить и дарить жизнь и любовь». Марьям, мы приветствуем вас на нашей программе. Очень приятно сегодня находиться здесь с вами. Спасибо за приглашение. А вам спасибо, что согласились дать нам интервью. Начнем нашу беседу. Тема детства. Я считаю, что это очень важная тема, поскольку она отражается на нашей жизни. Всем родом из детства. Да, 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 конечно. И, безусловно, детство накладывает свой отпечаток, а детство творческого человека тем более. Расскажите нам о себе. Ой, мне кажется, у меня все было предопределено действительно с раннего детства. У меня мама работала в театре песнями Рашида Бейбутова еще при его жизни. И часто она меня маленькую брала в театр, к себе на работу. Бывало так, что не с кем было меня оставить. Рашид Меджидович, я была пухленьким ребенком, он щипал меня за щеки. Я помню, я говорила, мама, это очень страшный дядя, и прятался от него в зале за вот этими сидениями. Творчество, оно было вот просто с рождения моего со мной рядом. Во-первых, мама, которая на данный момент является постановщиком, сценаристом детского театра, работает с детьми, костюмы, как модельер, как костюмер. Постоянные какие-то постановки, в которых меня задействовали с 7-летнего возраста. Ну и плюс семейный круг на 80% друзья, родителей. Состояли из музыкантов, преимущественно бардов. И я очень хорошую музыку слушала. Я слушала Висбора, Акуджаву, Высоцкого. Потом уже Розенбаума, Машина времени. А еще чуть позже Цой, Земфира. То есть, ну все шло к тому, чтобы я запела. На самом деле, я в 5 лет начала рисовать. Рисовала днем и ночью, как сейчас рисует мой младший. И все пророчили мне будущее известной художницы. А потом, когда мне стало 7 лет, исполнилось 7 лет, я стала подпевать. Все песни были на слуху. У нас постоянно дома собирались по вечерам друзья. Не только по праздникам, как сейчас. Те времена были другими временами. Не было интернета, больше времени уделял с дружбе, совместным собирунам. Песни знала наизусть и стала подпевать. И, видимо, подпевала так душевно, что прислушались. Ой, а ты спой погромче? А пела тихо? Спела погромче. Стеснялась до одури просто. Ну и, в общем-то, так и закончилась моя карьера художника. И первый раз я уже вышла на сцену в Тюзе. Да, был сборный концерт Бардов. И у меня было там два выхода, две песни. Мне было 9 лет. А Бардовская песня в 9-летнем возрасте? А что за песни вообще это были? Те песни написали специально для меня. Барды. Ну, наши Барды. У меня мой отчим, он входил в клуб Бардов Кап Баку. Клуб авторской песни бакинской. И он для меня написал две песни. Одна песня была по мотивам, как ни странно, мастера Маргариты. Видимо, цвет волос сыграл роль. А вторая песня, вот по сей день помню, она была по мотивам оловянного солдатика. И называлась она статуэток «Прима-балерина». Как интересно. Но голос у вас очень сильный. У вас были такие мысли пойти в более серьезную область музыки, в оперу, скажем, например? Человек, который в 8 лет торчал от Патриси Касс, не мог хотеть пойти в оперу, потому что... Я же пошла в музыкальную школу на класс классического вокала Ринары Рагимова. Спасибо ей большое за все, что она в меня вложила. Была от меня в шоке и ужасе. Потому что я пришла к ней не то что готовая, но я определенно уже дышала. Дышала, конечно, легкими они животом. То есть, как самоучка-эстратница. И когда она мне спросила о музыкальных предпочтениях, а мы-то пели классику-классику, и она мне, а что ты любишь? Я говорю, ну... И напела. Я так, о-о-о... Тяжело будет переучиваться. На самом деле я не переучивалась. Я дополняла то, что у меня уже было этой базой. Ну, так получилось, что я чуть-чуть вперед побежала. И уже что-то умела. По крайней мере, артистизм у меня было не занимать. Спасибо маме, которая меня этому учила. Вот. Насмотренности. То есть я... Смотрела и наблюдала, как работают другие музыканты. И не копировала. Но я понимала, почему они делают то или иное. И вот эта наблюдательность, в принципе, за людьми, она у меня с очень раннего детства. Меня близкие друзья называют психологом, потому что я иногда, вот уже в 17-летнем возрасте, когда начала выступать в ресторанах, уже были свои денежки, я приходила в кафе, садилась, заказывала какой-то салатик, кофеек или чай, сидела и наблюдала за людьми. Мне было интересно понять, что за эмоции они испытывают, почему? Я же сама тоже пишу песни. И меня часто спрашивают, откуда вот эти идеи? Ну, ты поешь там про расставание. Ну, у тебя нормальная семья, все у тебя хорошо. Почему я так люблю читать, кстати, с детства, с упоением? В 4,5 года научилась читать. Мама говорит, я пришла к ней как-то, я говорю, мамочка, кажется, я читать научилась? Она говорит, в смысле? Сама. Села, открыла. Ну, буквы мне буквами научили, а дальше складывать их в слоги. У меня безумная была жажда к новым знаниям, и по сей день я такая. Вот. Читаешь книгу, и настолько проникаешься персонажами, настолько ты живешь ими, ты ржешь до утра, ты там, и ты плачешь на взрыв. Это настолько все сильно. И благодаря способности, умению, эмпатии, прочувствовать чужие эмоции, ты можешь понять, что чувствует тот или иной человек. И по мотивам, пережитого другими людьми, пусть даже вымышленными персонажами, ты можешь вполне таки написать хорошую песню. Часто слышала странный, такой есть, словооборот, артистничает. Артистничает. Вот. Слава богу, его ко мне в детстве не применяли. Я артистничала, по-моему, как только появилась на свет. Как важно, на самом деле, когда родители не ломают ребенка, не хотят прокладывать дорогу, которую они себе, возможно, ну, никак не смогли себя реализовать, да, вот эту вот рамку, шаблоны. Они позволяют ребенку раскрыться, развиваться, и тем самым они, наверное, позволяют развиваться личности, как таковы, какая она была создана. Честно скажу, моя мама настолько театрал, что мне кажется, когда она во мне разглядела голос и артистизм, я стала для нее не только дочерью, но и своеобразным, так выскажусь, проектом. Я не знаю, хорошо это или плохо, но мне кажется, что многие люди, о которых узнали впоследствии, за которыми интересно наблюдать, там родители сыграли огромную роль. Именно поверив и вложив время, труд, энергию, моя мама сыграла колоссальную роль. Она удивительный человек. Она сама не поет, но она учила меня петь. Она не играла на сцене, но она научила меня играть. Она так тонко, ну, режиссер, не всегда актер, да? Конечно. То есть, ну, вот интересно. Но это большое визжение. Она учит детей, у нее такой стержень, такая воля. У меня мама очень интересный человек, на самом деле, и все, кто ее лично знает, Татьяна Михайловна, они говорят, огонь. Да. Поскольку вы сейчас упомянули, что вы пели, уже будучи юной певицей, песни бардов, и среди них вы назвали песни и Акуджавы, и Высоцкого, и я посмотрела некоторые ваши клипы, ваши выступления в Ютьюбе, и нашла очень интересное выступление. Вы пели глубокую бардовскую песню. Песню Владимира Высоцкого. Называется «Я несла свою беду». Я послушала, и меня так до мурашек пробрало, потому что эта песня не эстрадная, она очень серьезная, и ты настолько просто ограждаешься от всего того, что тебя каждый день окружает, и ты счастлив, что, во-первых, такие песни поются до сих пор нашими азербайджанскими певцами, вот, и что, несмотря на то, что давным-давно уже с нами нет и Владимира Высоцкого, его песни поют. Вот расскажите, Марьям, почему пал выбор именно эту песню спеть? Был день рождения Владимира Высоцкого, 25 января, соответственно, у нас организовывался концерт, и сказали, а что будет Марьяш петь? Ну, естественно, пару спорвали, пару, я бы не стала петь, а писал он очень сильные, мужские, такие, ух, призывные к действию, к совести песни, поэтому мы вспомнили, а что он писал для Марины Влади, стали перебирать песни, кстати, песню «Я несла с победу» исполняла также и Алла Борисовна Пугачева, вот, вроде бы попсовая певица, но у меня очень много серьезных песен, вот, и мне на тот момент, если я не ошибаюсь, было 13 лет, запись, которую вы видели, да, это уже, я пела ее спустя много лет, то есть ежегодно на вечерах памяти Владимира Высоцкого я пою «Беду», за мной уже эту песню знают, ее просят, чем была для меня эта песня тогда, да я затруднюсь сказать, наверное, как раз тот самый момент, когда чувства были еще не прочувствованы и не поняты, а вот тот ролик на ютубе, где я ее исполняю, там она уже вполне мною понята, принята, пережита, и я ее почувствовала и пронизала через самую суть себя, я как слушатель, я только, как и почувствовала, энергетика очень сильная, как исполнитель, меня всегда поражало, как автор-мужчина может написать песню для женщин, и она прям женская-женская, это же гениально, конечно, гениально, это говорит о том, что он бесконечно талантливый и многогранная личность, так понять душу женщины, но я вам так скажу, раньше я была глубоко убеждена, что тексты для моих писем будет писать только женщина, только она поймет, что нужно, и вот пару раз мне написали тексты мужчины, все-таки мы одни животные, наверное, чуть-чуть разные, но что-то общее между нами все-таки есть, а может, есть все-таки среди творческих людей, как и вы, кстати, Марьям, тоже, очень наблюдательные и тонкие психологи, это много объясняет, а в целом вообще вам какие певцы импонируют? Ой, если послушать мой плейлист, можно с ума сойти, как много там всяких разных, да мне главное, чтобы был смысл и эмоциональный посыл, вот важнее всего, иногда слушаю какую-то песню, и меня спрашивают, слушай, что ты в ней нашла, по причине вот по этой причине я слушаю Манижу, слушаю Севару, если бы любовь была такой, нежный голос, не надрыва тебе, но там что-то такое щемящее, и вот крючком зацепила, опа, все, значит, я эту песню слушаю, мега популярная песня, которая крутится во всех, на всех радиоволнах, но не зашло мне, она не попадает ко мне в плейлист. Лолиту люблю, Милявскую, особенно старые композиции, сейчас есть, опять же, да, российский один исполнитель, Ню, по-моему, если я не ошибаюсь, его зовут Юрий, невероятно пишет, парень, просто такие тексты, при том, что это все на абсолютно современную музыку, очень по-современному обработано, там, если вслушиваешься, это кайф, и опять же, живая эмоция, но она трогает тебя, а песня такая, и дело не в том, соблюдаешь ли ты каноны современного звучания, биты там, какие-то модные, вот, ну, абсолютно дело не в этом, оно или зацепило тебя, или не зацепило, конечно, на вкус и цвет, да, то есть, есть разножанровая музыка, есть те, кто обожает техно, есть те, кто обожает просто голимую попсу, есть те, кто слушает джаз с удовольствием, да, я не стала опираться на жанр какой-то, то есть, я отдаю предпочтение вот такому тут жанру, нет, я слушаю классику, и просто вот-вот слезы растекаются по лицу, я слушаю, там, сол, какая-то темнокожая, полная женщина, лоснящаяся от жаркого, вечернего, майамского, не знаю, вот, и она поет на взрыв что-то, и ты с ума сходишь, ты даже можешь, но она поет, и это там испанский или португальский, ты не понимаешь, но она тебя берет и все, и как ты это объяснишь, и та же самая Патрисия Касс, мне, когда мне было 8 лет, подарили двухкассетный магнитофон, вот с этими огоньками, помните вы такие? Да, конечно. Ну, вот это карандашом потом. Да, 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 карандаш лак. И подарили две кассеты, это был Хулио Иглесиас и Патрисия Касс. И я помню, мне было 8-9 лет, я закрывала с этой комнатой дверь, на мощную, на самую громкость ставила ее песни. Генжи-ми-ди-бон-ассе, пам-пам-падам, и я волосами махала, и я не знаю, что я там себе рисовала образы, но 8-9 лет, когда ты еще ребенок, когда тебе еще до пубертата годика три, а вот эта страсть, эта женственность, эта дрожь в ее голосе, этот невероятный тембр, он тебя захватил, понес, и все, он из тебя уже что-то кует. То есть на самом деле нас же воспитывают и музыка, и среда обитания, и книги. Я когда говорю, что меня воспитывали мушкетеры, Анжелика, маркиза ангелов, и Джейн Эйр с ее кротостью, любовью к образованию, и много этих нереальных персонажей, и Шерлок Холмс, его великолепной дедукцией. Прекрасные воспитатели. И у мамы, и у моего дяди, маминого родного брата, который жил бок о бок, по соседству, была огромная библиотека. Я очень люблю мультик «Красавица и чудовище». Там главный персонаж, девочка, она постоянно приходит в библиотеку, и на лестнице постоянно, это я уже читала 7 раз, она постоянно берет книги. У нас была идентичная ситуация, я приходила к дяде. У моего дяди была вот такая книга записи, кому какую книгу он выдает. И я ему говорила, «Что мне почитать?» Он говорит, «Так, ты Дюму еще 145 не прочитала. Так, графиня Домонсорота брала?» «Да, брала, в прошлом месяце». И вот таким образом я просто нанизывала впечатление, ситуации, образы, ну и знания, и культуру разных стран. И это было так увлекательно. Это же возможность проживать несколько жизней за одну, за свою. И от каждого персонажа что-то брала свое. От любой книги беру что-то свое. Я ее недавно прочитала «Сюгун». Прекрасная книга, как один, значит, англичанин голландского происхождения, капитан, он плывет к берегам Японии. Их берут в плен. И как абсолютно меняется сознание в новой среде обитания, какая культура у японцев, сильно отличающаяся от европейской. Ты вроде бы прочитал книгу, но сюжет, но ты его пережил. Что тебе осталось? На самом деле ведь осталось. Конечно. Ни один звук, ни одно слово, ни одно изображение просто так не проходит мимо нас. Все это откладывается. И как и люди, конечно, на подсознание. Поэтому очень важно обязательно фильтровать то, что ты слушаешь. Стараться немножко изолировать хотя бы по возможности себя токсичных людей и так далее. И вот я хочу подвести вот к следующей теме. Вот согласитесь, вы не совсем шаблонный, нестандартный человек для мира шоу-бизнеса. Я не знаю, пока не представляю, как вы живете в этом мире, в мире, где не каждый человек, да, может не заболеть звездной болезнью, не деформировать личность свою. И расскажите вообще, как вам живется в этом мире и какие принципы вы поставили. Как приятно, хвалить тебе. Секундочку звездности. Минута звездности. Вот я хотела попросить лист бумаги и показать один маленький тест. Я его недавно сама увидела, мне безумно понравилось. Это про парадигму мышления и про стереотипность. Очень простой тест. Это четыре точки. Я сейчас вас попрошу, начиная с любой из них, не имеет значения с какой, тремя прямыми линиями, не оторвая ручку от бумаги, соединить все четыре точки. Раз, два, три. Немножечко криво прошла, ну, тут место не смогло. Раз, два, три. Тремя линиями. Раз, два, три. Чуть угол больше взяли. Что это показывает? Это рамки. Да. Это же рамки. На самом деле, мы себе вот эту каемочку нарисовали, ее нет. И мы можем за нее выйти. То же самое касается и заданного вопроса. Да. Почему принято считать, что человек должен делать выбор? Когда в моей жизни был маленький переломный момент, это было в 2010 году, когда я принимала участие в отборочном туре на Евровидение. Было огромное количество предложений, продакшенов. Я участвовала в съемках нашего популярного шоу, машин-шоу. Снималась на обложке разных журналов, авторы предлагали песни и так далее. И у меня на тот момент рос уже трех с половиной годовалый сын. В нашей работе чем больше времени ты ей уделяешь, тем больше она будет просить еще и еще. Чем больше новых песен, чем больше новых клипов, чем больше новых проектов, тем интереснее ты становишься для масс, для социальных сетей, для телевидения и так далее. Это не есть плохо, это так и работает. Чем больше ты отдаешь себя работе, тем ты интереснее и востребованнее. И тем больше времени ты будешь тратить на свою работу. Кто-то пять часов в день, а кто-то просто круглосуточно. И тогда я задала себе вопрос, а ты к этому готова? Ты готова сейчас выбрать это? У тебя уже есть сын, у тебя уже есть муж. И когда я была маленькая, я выросла в семье из шестерых человек. Со всеми братьями и сестрами мы общаемся очень плотно по сей день. Я знаю, что сегодня делает моя сестра, как себя чувствует мой брат. Мы постоянно на связи, вот все время. Нас так растили. Для меня семья – это всегда такой очень мощный канон и ориентир. Это главное для меня, но и это любовь. И это главное. И это тоже я. Все я. Все мое плохое я. Все мое хорошее я. Все мои слабые и сильные стороны – это я. Эти волосы – это я. Ну и без них была бы я, потому что я соткана из многих-многих-многих нюансов. И я вдруг села и сказала, секунду, а зачем мне выбирать? Вот это вот зачем? Кто нарисовал эти рамки? И кто сказал, что шоу-бизнес побуждает нас быть вот этими ляками, такими капризными, которые… Это моя рабочая сторона, а зачем вы меня с этой сфоткали? Ну, е-мое. А где вот эта человечность? А где это… А где простота? Почему я должна, надев на себя какое-то клеймо или ярлык «я певица» или «я там в шоу-бизнесе» уподобляться каким-то типажам, которые тоже выходцы из этого же мира? То же самое я не понимаю, почему некоторые мамы, у которых двое детей, говорят, у меня больше ни на что нет времени. Да здрасте, у меня тоже двое детей. И у меня никогда в жизни не было няни. Помощница по дому есть, которая глажку сделает. Я лучше сыном книжку почитаю. Да. И иногда я не готовлю еду, не готовлю обед, и мы заказываем там, я не знаю, суши, или просто варганим что-то по-быстрому дома. Но зато мы с мужем сидим и киношку смотрим. А, три серии подряд клевого сериала. Да, и это вроде бы, ну, сериальчик мы смотрим, но вместе. И это классно, это то, что нас заближает. Наши дети с нами смеются, мы выезжаем, ездим по странам. При этом я, в принципе, довольно продуктивна, я постоянно пишу новые песни, я снимаюсь в разных передачах. На самом деле, можно и то, и другое выбирать не нужно. Поговорим об успехе. Для одних понятие успех это большие деньги, для других это самореализация, творчество, для других это свобода, когда ты не принадлежишь никому, и ты можешь путешествовать, не работать, работаешь только на себя, и так далее. Индивидуальная тема успех. Лично для вас, что значит успех? Мой успех в том, что я востребована как женщина, как мама. Почему мы рожаем детей? Нам очень важно чувствовать, что мы нужны, мы необходимы. Как исполнитель меня приглашают на мероприятие, как дочь для своих родителей, как сестра для своих братьев и сестер. Востребованность и ощущение счастья. Да вот и весь успех. Не знаю, мне этого достаточно. Так, у меня сейчас вопрос возник. Считаете ли вы, что исполнитель, который на большую публику исполняет свою музыку, поет, он ответственен за вот это вот эмоции, за энергию, которую он отдает своему зрителю, своему слушателю? Ой, насчет ответственности не возьмусь рассуждать. Тут скорее не ответственность, а возможность помочь или направить. то есть мы можем, обладая вот этим правом высказаться, населить слушающих нас хорошими эмоциями, конструктивными, а можем разрывать. Опять же, мы в начале нашей беседы говорили о том, что ни одна песня не проходит мимо нас, она всегда как-то отказывается на нашу подсознание. Моей звезданутости настолько недостаточно, чтобы утверждать, что я прям ответственна, но я точно знаю, что когда я пишу какую-то песню, я, да, я думаю над тем, что кто-то ее послушает, и ему станет хорошо, или какие-то у него появятся мысли, он восприняет духом, то есть что-то мотивационное может быть, или свои эмоции я скажу тому или иному человеку, ты не один, что ты думаешь так, да, я тоже с тобой разделяю вот это, или у меня тоже была такая же боль. Кто-то просто поплачет по песню и освободит душу, то есть я думаю как-то больше вот в этом направлении. Да, и это прекрасно, это некая форма психотерапии, это некая форма помощи, отдушина и так далее. И вообще, я считаю, что все-таки певцы, несмотря на то, что им могут заплатить баснословные деньги, они все равно наверняка должны выбирать свой репертуар очень четко, тщательно, чтобы не было стыдно лет через 10 за это все. Так, ну что, и завершающий вопрос, о чем вы мечтаете, Марья? Я мечтаю, наверное, приумножить все то, что имею уже сейчас, прочитать еще больше книг, увидеть еще больше стран, много смеяться, мало терять, особенно близких. мечтаю, чтобы те, кто был рядом со мной, были счастливы. Мечтаю, чтобы болезней было поменьше, чтобы не было пандемий, новых каких-то вирусов. Господи, ну мир у мир. Вот о чем я мечтаю. Я мечтаю, возможно, стать частью, кирпичиком, маленьким кубиком в этом конструкторе, который делается для того, чтобы этот мир был чуть-чуть чище, чуть-чуть счастливее. Если получится, это же классно. И даже простая фраза, все ее знают, начни с себя, это тоже очень много. Мы начинаем с себя, дети копируют нашу модель поведения. И воспитание наших детей это тоже вклад в будущее Вселенной, в будущее планеты. Да, я мечтаю, когда я говорю, что я мечтаю сделать мир чуть-чуть светлее, чище и радостнее, я говорю и о том, что я выпускаю вот на данный момент двух человечков в эту жизнь. И, возможно, какие-то люди, какая-то женщина мне скажет когда-то в будущем спасибо за то, что вы вырастили таких сыновей, такого сына. Это же так классно. Спасибо вам, Марья. А мы желаем, чтобы ваши мечты сбылись. Спасибо. Спасибо. А я напомню, что в этом выпуске программы «Есть разговор» на телеканале CBC мы беседовали с азербайджанской певицей Марьям Шабановой. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова